За помощью к медикам нередко приходится обращаться детям, пострадавшим не на улице, а в собственном доме. С какой опасностью в быту может столкнуться ребенок и как вовремя понять, что ему необходима помощь, выясняла сегодня Дарья Эйвазова. Привычные, безобидные с виду вещи. Но если окажутся там, где быть не должны, могут стать смертельно опасными. Эти экспонаты лишь малая часть того, что врачи Иркутской Ивано-Матрёнинской детской больницы достают из ушей, носов и дыхательных путей маленьких пациентов. Такие мелочи могут серьезно повредить внутренние органы и даже привести к летальному исходу. Иногда можно даже не знать, что ребенок что-то проглотил. Такое бывает часто. И мы лечили ребенок, он лечился по амбулатору, находил с признаками острого респираторного заболевания. Случайно мы выявили, нашли инородное тело, которое просто его было не видно, оно уже было инкапсулировано в дыхательных путях. Это оказалась вот такая вот пружинка. Такие предметы, как правило, дети могут проглотить или запихать в ухо во время игр. Чаще всего риску подвержены малыши, которые познают мир, пробуя на вкус все, что попадается под руку. Особую опасность несут медикаменты и бытовая химия. Отравление ими всегда чревато страшными последствиями. Основная причина это химические ожоги пищевода, которые впоследствии приводят к стенозу пищевода. Ребенок не может нормально есть, длительно лечится. Здоровыми они, к сожалению, уже не станут никогда, потому что пищевод очень орган необычный, орган очень сложный. Его нельзя заменить ничем. Опасность может постерегать детей даже дома. Так в одном из садовоз под Иркутском ребенок утонул, купаясь в каркасном бассейне в собственном дворе. Многие несчастные случаи объединяет то, что чаще всего они происходят по недосмотру родителей. Дополнительно хочется отметить самую частую опасность летнего периода. Это открытые окна, выпадение детей с балконов при установленных москитных сетках. В любом случае всегда родитель обязан контролировать, что делает его ребенок, где он находится в настоящий момент. Врачи также настоятельно рекомендуют родителям внимательно следить за детьми. При появлении опасных симптомов – рвоты, гнойного насморка, боли или отказа от еды – нужно обращаться к доктору, а не заниматься самолечением. Дарья Эйвазова, Андрей Назаров, Виктор Черкашин. Новости по будням.